Предлагаю обсудить события в Беларуси, но в контексте войны. Мы с вами в рамках прошлого эфира тоже обсуждали отвод войск со стороны Беларуси. Лукашенко распорядился пафосно очень. Приехал на границу, встретился с военными пограничниками, отводим войска, за украинцами можно говорить. Кленин охренел, да? То есть министр обороны. Кленин охренел. Да. И что после этого последовало? Мы начали замечать, как-то анализировать, в частности, наши военные аналитики, что шахиды, которые летят на территорию Украины, они еще через территорию Беларуси летят, еще через территорию Беларуси. Но в последнее время как-то это все, знаете, участилось. И не всегда на территорию Украины они летят, эти шахиды. И у меня вот какая мысль возникла, даже вопрос к вам. А не является ли это ответом Путина на, как бы, вот это решение Лукашенко отвести войска? Ну, и Лукашенко загоняют в стойло, я бы сказал так. Иди сюда и вернись там, где тебе положено стоять за заборчиком, да? То есть Лукашенко попытался поиграть в какую-то определенную самостоятельность под крышей зонтиком Китая. Я понимаю, что на это оказывала влияние, возможно, одна из ключевых стран Европейского Союза. И здесь я рискну предположить, что, возможно, это Франция. Потому что приходила информация о том, что спецпосланник президента Франции Макрона был в Минске с тайным визитом. Он встречался с Рыженковым тогда, с первым заместителем главы администрации Лукашенко, а сейчас министром иностранных дел и самим Лукашенко, не исключаем. В последующем были постоянные телефонные переговоры. Давайте вспомним, где был Макрон в последнее время с достаточно длинным визитом. В Китае. Кому приезжал Си в последнее время? В Париж. В Елисейский дворец. То есть я думаю, что, возможно, я могу только предполагать, исходя из этих отрывочных сообщений, что здесь идет какой-то диалог совместно Китай-Франция. По тому, чтобы заставить Лукашенко дать очень четкие сигналы, позицию о невступлении в эту фазу, на этом периоде, в агрессию против Украины. Хотя, еще раз говорю, это обманчивый посыл, потому что Лукашенко и так, и так не отправит вооруженные силы Белоруссии в Украину. Единственное, что его может заставить, это формирование крупной группировки российских вооруженных сил, и тогда в сопровождении, в какой-то части силы специальных операций могут пойти. Поэтому здесь сама по себе вот это вот действие, огромные усилия внешнеполитические, они такие вот для меня бессмысленные. Это просто не понимать того, кто такой Лукашенко и почему он делает что-то, а почему он что-то не делает. Ну ладно, допустим, они это сделали. Ну и Лукашенко отводит войска. А что, как я сказал, хренен охренел, потому что он даже сам не ожидал, что когда Лукашенко приедет на границу, он даст такой приказ. Отвел. В одновременно 8-19 июля на территории Беларуси проходили учения совместные с Китаем, атакующие, как он там, сокол или орел. И в этот момент Китай как бы демонстрирует свое военное присутствие на территории Беларуси. А до этого буквально две недели, как Лукашенковская Беларусь была принята в Шанхайскую организацию сотрудничества, лидером в которой является, безусловно, Китай. Таким образом, Китай фактически передвинул границы этой организации, ну давайте так в кавычках скажем, условно своей границы, границам Европейского Союза. Это выгодно Китаю, потому что Китай хочет иметь стабильный транзит своих товаров через территорию Беларуси, а нестабильная Беларусь не отвечает его интересам, а дестабилизирует ее как раз таки сам Лукашенко, организовывая по указке, в том числе, Кремля, миграционный кризис. Ну и вот здесь пошла реакция. То есть, конечно, Россия это прочитала, я думаю, то, что мы с вами увидели, а очень многое могли с вами не увидеть. Лукашенко же еще и признался, что он вел переговоры с военными Украины. Это тоже не понравилось, конечно же, Кремлю. И при этом Лукашенко, находясь на границе, заявил о том, что нужно договариваться, и вообще он очень хочет встретиться с Путиным. Но прошел уже достаточно продолжительный период времени, что-то Путин ему не звонит. Лукашенко, наверное, я думаю, звонит ему, тот трубочку опять не снимает. Это уже не первый раз в истории. Как-то визит пока не намечен. Возможно, он поедет в ближайшее время, но ему нужно объясниться перед своим хозяином. И вот здесь Путин решил выслать четкие сигналы. С 11 числа начали летать дроны в воздушном пространстве Беларуси. Но когда один залетел, кто-то подумает, что это случайность. Ну, два, ну давайте так, ладно, закроем глаза. Ну, вот действительно, очередная случайность, два. Но когда третий и четвертый, ну это же понятно, что не случайность. Кто-то мог сказать, что Украина имеет достаточно хорошие средства радиоэлектронной борьбы, и у нее получается направить эти дроны на территорию Беларуси. Хорошо, имеет рэп прекрасной Украины и направила эти российские дроны. Почему хваленые ПВО и ВВС Лукашенко, которые поднимаются в воздушное пространство, когда заходят эти дроны, их не сбивают? Вообще-то надо тогда понимать, что эти дроны же могут, летая над головами жителей Могилева, или буквально день, как в Витебске был Лукашенко, это, кстати, первый дрон, да, у Лукашенко в Витебске, а потом прилетает дрон. Ну, это же понятно, намек. Могилев, это же его вотчина тоже, Могилевщина, Лукашенко же оттуда, да, то есть дает такие сигналы над крупными городами. Ну и четвертый дрон уже просто падает и в 55 километров от Бобруйска взрывается. Почему ВВС и ПВО Лукашенко не сбивали их? Значит, мы понимаем и делаем третий с вами вывод, и абсолютно правильно, что это российские дроны, и что это четкий системный сигнал Кремля Лукашенко. Только попробуй. Конечно, Лукашенко сейчас сидит на стуле, вот представим себе, на стуле с одной ножкой. Это ножка Российская Федерация. Но он сам так сел физически, сидеть на этом невозможно, да, но можно на корточках стоять, но колени-то старые, слабые уже, да, у него не держат. Ну вот представь себе, сесть на стул и на одной ножке. Ну нереально. Надо хотя бы две. На двух как-то балансировать можно. Он решил подставить эту китайскую. Ну третья у него должна быть Европа, ну или демократический мир, это ему не видать. Ну и четвертая белорусский народ. Ему тоже ее не видать, потому что белорусский народ отказал ему в поддержке, и тут ничего не поменяется уже до конца его жизни. Вот. Поэтому здесь он ищет эту вторую ногу. А русские-то не очень хотят, чтобы Китай брал под контроль Беларусь. Но Китай-то особо у русских сейчас видно и не спрашивает, потому что тоже Россия во многом зависит от Китая. Поэтому сейчас такой вот интересный расклад такой получается. Мысли бы такое попалось, что от угроз они придут к действиям, и действительно какой-то беспилотник может упасть, ну скажем так, в резиденцию. Я думаю, что тут другие действия будут. Ведь Лукашенко фактически в последнее время стартовал с предвыборной кампанией. Вернее, с электоральным событием о переназначении его любимого на узурпированную им должность президента страны. Вчера прошла большая акция, 30 лет у власти, развивается такой культ личности Лукашенко. То есть он активно пытается к этому готовиться. И если мы вспомним 2020 год, я вспоминаю как раз-таки буквально за пару недель до 9 августа, когда собрали на совещание нас председатель КГБ, председатель Комитета государственного контроля и глава парламента Лукашенко Качанова, Верхний Палат. И они с пены у рта на протяжении двух с половиной часов нам рассказывали о том, что Россия готовит государственный переворот в Беларуси, что русские планируют сместить Лукашенко, дорогого любимого всеми нами. И что нужно понимать, что Москва объявила войну, фактически политическую, Лукашенко. И мы должны здесь быть едины и защищать нашего президента. Поэтому я думаю, что 2025 год, или Лукашенко может рискнет раньше, но скорее всего, я думаю, февраль 2025 года, это тот период, когда Россия может показать Лукашенко на выход или, скорее всего, уже его поставить на четвереньки. То есть он сейчас на коленях, его надо на четвереньки поставить, полностью уже подчинить, чтобы он уже не рыпнулся ни влево, ни вправо. Субтитры сделал DimaTorzok